Видимо, куда платите чеканной монетой, чеканной монетой, оооо. Шизанулась, походу, на сериале. Слишком мне понравился. Всем привет, ребят. Я топчу быстро к Лёше, потому что он меня ждёт возле Цельфо. Покупает мне какой-то вкусный горячий напиток, и мы едем в кинотеатр, если будут места, конечно, на фильм с Эмилией Кларк. Какой-то рождественский, я забыла, как он называется, но хочется зарядить с настроением перед Рождеством. Пела песни из Ведьмака. Сначала были какие-то противоречивые эмоции после первых серий, но потом я поняла, что это всё, это любовь. Это будет тоже один из моих самых любимых сериалов. Вот даже Игра престолов, по-моему, когда я её смотрела, так меня как-то не впечатляло, как этот сериал. Возможно, именно из-за персонажа. Вот мне именно понравился Геральт. Вот прям Лёша даже установил игру, вторую часть. Вот, будем играть как-то по очереди, что ли. И песня такая классная оттуда. Прям я целыми днями её слушаю теперь, как фанатичка. Ну, понравился реально. Я даже теперь после него не хочу смотреть ни однажды в сказке свой ничего другое. Вот не идёт, знаете. Это на самом деле очень сильно, если после такого сериала или фильма тебе другое ничего просто не заходит. Жалко только, что следующий сезон выйдет аж через год. Немножечко, конечно, эти эмоции подутихнут, подзабудется, что там было, но я думаю, я всё вспомню, как это было, опять же, с Игрой престолов. Поэтому, кто любит, например, ту же Игру престолов, в тот раз повторяю, посмотрите, Ведьмака обязательно. Я аж запыхался. Такая погода хорошая, так тихо. Я говорила, Даша, поехали сегодня с тобой на каток. Так впечатлённая, ну, покатушками с папой. Он сказал, не хочу, и оказалось, что папа вчера, когда упал, он ушиб руку. Покатались. Ну, он упал, я не думала, что так всё серьёзно. Вот ждёт меня мой ведьмак, мой Геральт из Риви, Лёша из Ботева. Не могу. Блин, на улице какая-то весна, я надела свой самый толстый свитер. С обзора с Нюшик, кстати. Лёша из Ботева. Где твоя плотва? Кажется, уже на месте, да? Да. Что ты купил мне? Ого. Ой, что там? Это тёплое? Ну, горячая, в смысле? А себе ничего не взял? Это тоже ETL на фоне играет, ребятки. Там Женка у нас тоже присутствует новогодняя атмосфера. Такую ёлочку поставили. Круто. Я, по-моему, не была в Довжинке тогда, когда всё украшали. Олени. Лёш, тебе же нравятся такие олени. Вот этот фильм, на который мы собираемся пойти. Если, конечно, будут места, потому что в Авроре мы смотрели на сайте, уже всё. Всё было раскуплено. Но у нас люди и любят ходить в мультиплекс, потому что там сразу торговый центр. Сразу можно поесть, что-то купить, полазить. Ну, здесь просто как бы кинотеатр, да и всё. Посмотрите, какую ещё чудесную ёлочку поставили. По-моему, это в 100 тысяч раз красивее, чем та. Скажи, да? Красивее. Не-е-е. У нас такая похожая была автомата живая. Чудесная. Вот мой рост такой, прям ростом с детей. Купили билеты были. Хорошо, пойдём. Я может спущусь в кое-куда. Потом я тут такой даже огромный стакан, как пил кофе. Нет, не туда, не путай. Не ту сторону. Нехило, ребятки, у нас тут ещё и ремонт сделали. Сменно от того, что у нас ещё и всё прям облагородили. Помните, я прошлый раз здесь была, показывала вам, как тут всё ужасно было. Сделали красоту какую-нибудь. Единственное, не хватает мыла в мыльницах и полотенцах. Их, а так всё круто. Вообще уютнее стало здесь в кинотеатре. Я, по-моему, не видела этих столиков. Их и не было, да? Были? То есть, да, уютнее было. В Пежажаре там. Там всё время проходняк, там капец, да. Но сегодня здесь очень много людей. Вон тоже ёлка стоит ещё одна, шарылись. Я не решал, что на этот сент был раскуплен в летах 15, сейчас он больше половинцев. Да? Ну, рождественские фильмы. Их не так часто выпускают какие-то такие. И плюс там Эмилия Кларк. Кто-то просто понятачивается очень сильно. Я, кстати, нет. Я и в игре простого прям сильно по ней не страдала. Лёша молодец сегодня прислушался ко мне. Купил два самых маленьких вопкорна. Вот то, что надо. Сырный и карамельный. Я успела даже пофоткаться в туалете. Но там потом пришли люди и попали в кадр. Там ты ещё не фоткалась. Вот там просто большой зеркал. В ковид. У меня новый телефон теперь столько фоток делал. Я теперь могу в зеркале фоткаться и не держать книжку вот эту. У меня же теперь чехол какой. Вот, смотрите, я себя снимаю в чехле. Фортал. Надо было просто тебе чехол подарить такой. Там даже пряники имбирные продают. Вот, пожалуйста. У нас сегодня самые козырные места. Мы сидим в конце ряда. Вот там. Чего? Там тик-тик? Я диваны не люблю. Просто здесь столик рядом. Во-первых, экран тут видно, как на ладони. Он не бесит, что он сильно близко. Всё, это теперь мой любимый мест. Это кинотеатр. Там очень скромненький обед. Второй. Неседомо мой беды. Видишь, зачем платить больше? Всё, вырубаю, ребята. А то сейчас антиоператская ассоциация прыгает за мной. Очень много эмоций после фильма. Он нам очень сильно понравился. Особенно мне он понравился. Я думала, что он будет такой себе, знаете, на один раз. На самом деле, очень классный фильм. Очень такие интересные темы поднимает. И смеяться, и плакать. Всё, можно при просмотре этого фильма действительно. У нас как-то всё хорошо пошло. Идеальные места в кинотеатре. Попкорн взяли в самом маленьком количестве, так как нужно было. То есть мы его не переели, получили удовольствие. Сам фильм хороший, шутки классные. Ну, вообще отлично. И атмосфера в зале тоже была хорошая. Слышно было все шмыг вот там под конец фильма. А сейчас мы будем искать какой-то другой фильм и проводить вечер так. Потому что, а что ещё делать? Пока выходные и всё такое. Мы, кстати, мне только что на телефон поставили ещё и стекло защитное. Так что теперь подвинуть завтрак, как говорится. И чехол, и стекло. И слава богу, можно хоть жить спокойно. Но мне очень нравится качество фото. Домки, всё отлично вообще. Звук, классный телефон. Кто-то не понял, что за марка. У меня там спрашивают. Samsung. S10E. Ребята, привет всем с воскресеньем. Мы с Лёшей тогда погуляли и сидели вечером смотрели фильм «Паразит». Точнее, мы его досматривали. Потому что мы его месяц назад не досмотрели. Ну, такое. Мне понравился. Хороший фильм. Это стоя давая как впечатление. На самом деле, настроение после него вот такое скверное. Депрессивное. Да, он вызывает депрессию. Но фильм хороший. Сегодня у нас Набия. Украинский воскресенье. Учим украинский язык вместе. Мы с Лёшей ходили в магазин, чтобы кое-что прикупить на тормозу. Потому что во вторник мы все улетаем. Вот. Кто внимательно вообще занавеси делал, смотрел трансляции, вообще влоги, тот уже это просек. Я думаю, вот мы вам рассказываем, что мы улетаем. Ну, куда уже узнаете, думаю, попозже. Думаю, там можете погадать в комментариях. Быстро все догадаетесь. Поэтому нужно было сделать кое-какие покупки. Ну и самое главное, что это жидкость для линз. Копти-при мне приходит и так, с линзами. И если она заканчивается, заканчивается она быстрее. Я чаще всего покупаю именно её. Потом мы купили две вот такие упаковки стейков из телясины. Лёша я буду, наверное, жать. Да, чтобы уже не наготавливать кучу всего. Это нам на понедельник, да. И плюс ещё во вторник Лёша собирается с утра рано заниматься, а потом сытно болеть. Короче, без занятия этот мужчина не может. И хлеб. Вообще мы купим, мне кажется, этого даже много. Купила я один апельсин себе на салат сегодня на ужин. Вот это уже вода у нас идёт как раз на тормозок. Да, рожка. А, да. Две основы для пиццы. Мои самые любимые, самые крутые. Всего, которые продаются. Я сейчас буду делать из оставшихся ингредиентов после Нового года пиццу. Ну, если сегодня сидим, то тоже возьмём тормозок. Потому что, опять же, весь день. Мы уже научены после Китая кетчуп напить. А там здесь у нас тут как раз вкусняшки в самолёт. Это вот такие вот печеньки из Нордик. Галеты, да. Потом вот эти очень вкусные батончики Гризли. Мы их вообще, по-моему, всегда везде с собой берём. Они как на злаках там. Там вообще куча всего вкусного. Такая упаковка вяльных бананов и портиновый батончик для Лёшки. Ну, ещё я себе взяла холл с вишнёй, потому что скидка. Потому что хрень. Потому что скидка. Лёша взял какую-то крутую препару, будет сжарить мясо. Как круто, это самое дешёвое что-то. Ну, выглядит круто. А что это самое дешёвое? Ну, оно дешевле чем-то. Ну, не самое же дешёвое. Ну, и что? Взяли мы с собой как бы в дорогу на путешествие. Короче, шампунь на двоих Head & Shoulders, потому что мы вообще часто и моём голову вместе. Он, главное, пахнет яблоками. Специально взяли небольшой объём, потому что нафига защитить эти большие банки. Банч я взяла для того, чтобы ковёр, ковёр, диван отмывать. Потому что, когда Лёша разбирал стол, мы выпачкали диван. Не спрашивайте, как. Маслины для пиццы. И, собственно, всё. Ловичка Лёши, наша тормочка. Всё. А, и вот, я заходила к маме. Всё-таки мы улетаем седьмого числа, и мы все не празднуем вечеря. Рождество, как бы, это всё выпадает. Но мама решила всё-таки сварить к утюгу, хотя не остыбиралась. И потеряла внутри семьи. И вот нам тоже дала. Смотрите, какая. С изюмом, с орехами, с маком. Все дела. Класс. Ну, я тоже хотела, на самом деле, немножечко сварить, потому что мама сказала, что не варить яблоки. Потому что там против мамы не попрёшь. Вот. В общем, такие у нас покупки. А ещё, да, Лёша, купил огромадный помело, который мы до сих пор не съели. Да, это я пробую тканеть, например. Огромадный у него помело. Вот. Свередние. Возьмём, слушай, возьмём на тормозок помело. Ну, вот, собственно, и всё, ребят. Поэтому этой чудесной новостью я буду, наверное, заканчивать влог. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на Лёшу на Инстаграм. Он требует вашего внимания, смотрим, да, Лёш? Это ложа. Всё, всем пока, до новых встреч, ребята.